Он давно вырос из школьного возраста, но ходить в школу на 1 сентября так и не перестал. Речь о главе города Леониде Черкесове. Вот он звук окончания лета, а впереди учебные будни. Но сегодня у всех хорошее настроение. Родители умиляются по взрослевшим детям, бывалые школьники рады видеть одноклассников после долгого лета. А первоклассники гордятся своим новым статусом. И не будем мы болтать, чтоб уроки не срывать. 35 минут урок продержаться бы весь друг. Думаю, большинство школьников все же учебе предпочитают каникулы. Однако нашей съемочной группе удалось найти тех, кому, судя по всему, нравится ходить в школу. По той или иной причине. Очень люблю ходить в школу. А почему? Потому что там весело и есть друзья. Учусь писать, узнаю что-то новенькое и играю с Аленой иногда. У меня самый любимый предмет математика, потому что я люблю решать примеры. На перемене я готовлюсь к следующему уроку и играю в догонялки с мальчиками. А скажи, девочек за косички дергаешь? Да. А почему девочек дергаешь за косички? Люблю. Леонид Черкесов честно признался, за косички девочек тоже дергал. И это не единственная шалость, за которую будущему главе столицы Чувашии попадало в школьные годы. Мы в футбол играли, любую возможность старались проводить на свежем воздухе. На уроке, это само собой мы занимались занятиями. В перерыв мы вольности себе позволяли, могли побегать в классы, в коридоре. Но за это бывало, что жаловались родители. Чтобы школьная пора нынешних учеников прошла так же беззаботно, каждый год в городе подготовку к новому учебному году начинают задолго до того, как ученики соберут портфели, завяжут банты и оденут форму. Еще в августе глава столицы Чувашии лично объехал с дозором учебные заведения. В этом году, к примеру, в большинстве школ закончили переоборудование столовых. На очереди оснащение спортивных залов и площадок. Эту задачу власти города постараются решить на отлично. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.